В философском индийском понятии дживой является вечно живая сущность, существо, то что пребывает в вечности, не имеющее какого-либо конца в любом умозрительном ключе оконечности в бытие, никогда не рождалась и не родится. Она является так называемой сверхдушой, которой не страшны любые воздействия и разрушения, как бы пребывая в своей самодостаточности. В этим логическом понятии слово джива и русское слово жизнь имеет один смысл. Мать и ее чадо связаны единой нитью у погины через живот. Как утверждается в ведических писаниях джива имеет любой размер, она может быть меньше любого атома и существовать вне времени, поэтому ее невозможно обнаружить человеческим зрением, либо чем-либо разрубить или разрушить, провести над ней какой-либо экспериментальный опыт и взаимодействие. Но вместе с тем джива влияет на все, что окружает нашу действительность, на солнце и планеты, на всякую жизнь во вселенной, вселяя в нее жизнь. Шри Чайтанья Шикшамрита Жива в обусловленном и освобожденном состоянии. Шри Чайтанья Махабхарабху сказал Саннатанья Гасвани «Кришна это свободная от двойственности абсолютная истина, верховная личность Бога, хотя Господь один и только один, чтобы принять участие в Его играх. Из него исходят Его эмерки и непосредственные воплощения. Кришна распространяет Себя во множество форм, одни из которых относятся к числу Его непосредственных воплощений, а другие отделенных экспансий. Так Кришна вершит Свои игры в духовном и материальном мире. Духовный мир состоит из планеты Вайкунтхи, а материальные из гигантских вселенных или Брахманы. Каждый из которых правит Брахма, Господь в образе таких своих непосредственных экспансий. Цанкаршана, Прадьюна, Анирудха и Васудева нисходят в Свои кунтхи в материальный мир. Отдельные экспансии Господа это живые существа, хотя они тоже исходят из Кришны, их причисляет к Его энергиям. Существует две категории живых существ. Живые, вечно освобожденные и вечно обусловленные. Первые никогда не утрачивают сознание Кришны и постоянно служат Господу с любовью. Эти живые существа входят в круг вечных приближенных Кришны и всегда наслаждаются блаженством служения Ему. Вторые постепенно пытаются избежать служения Господу. Поэтому они с незапамятных времен томятся в материальном мире и вынуждены терпеть материальные страдания, снова и снова рождаясь в адских условиях в жизни. Поскольку обусловленные души чуждые сознания Кришны, ведьма Майя, внешняя энергия показывает им, заставляя терпеть тройственные страдания. Эти страдания, причисляемые нам, телом и духом, враждебные действиями других живых существ и природными катаклизмами, которые насылают полу-боги, так обусловленная душа оказывается на службе у собственного вожделения. А не сумев его насытить, становится слугой своего гнева и продолжает терпеть побои внешней энергии Майи. Но если в своих странствиях во Вселенной душа повстречает заклинателя Духа, преданного, он своим заговором, то есть наставлениями, изгонит ведьму внешней энергии. Это позволит обусловленной Душе встать на стезю преданного служения Господу Кришне и со временем достичь Его. Естественное предназначение живого существа служит Кришне, ибо живое существо относится к пограничной энергии Господа, поэтому дождественно ему и в то же время отлично от него. Это подобно тому, как частица огня или солнечного света дождественно своему источнику и одновременно отлично от него. Следующий из стих «Господь Чайтанье» произнес, обращаясь к Ропико-Сване. «Бесчисленное множество живых существ китается по Вселенной, рождаясь в 8 миллионах 400 тысячах видов жизни размерами живого существа, равны одной десятитысячной части сечения кончика волоса. Такова изначальная тонкая природа живого существа». Шри Чайтанье сказал сарва-бхауми, «Господь повелевает всеми энергиями, тогда как живое существо служит им. В этом заключается разница между Богом и живым существом. Ты же утверждаешь, что Господь и живое существо одинаковы во всех отношениях. В то же время, по утверждению Бхагавакитты, живое существо принадлежит к пограничной энергии Верховной Личности Бога. Однако ты говоришь, что живое существо полностью отлично от Господа». Из приведенных выше высказываний, явствует, что Кришна, обладатель непостижимых энергий по своей Божественной воле, наслаждается с помощью Чит-шакти двояка. Он делает это через свои непосредственные экспансии свамша и отдельные части гибхинамша. К свамшам Господа относятся четыре его ипостаси, чатр-бьюха и бесчисленные аватары. Вибхинамша – это свамка у всех живых существ, представляющих собой отдельные частицы. Кришны, свамши, своим существованием обязаны Чит-шакти. Эти формы Господа принадлежат к Вишну, Татве, и поэтому всемогущая полнота их власти проистекает из Кришны, которая является полной целью. От одной свечей можно из какого-либо ущерба для нее зажечь сколько угодно от других свечей. При этом всеми будут гореть так же ярко, как и первая свеча. Помянутые воплощения Господа свамши, подобно самому Господу, занимают главенствующее положение и подчиняются закону кармы. Они абсолютно независимы в своих действиях, но в то же время полностью подвластны Кришне. Дживы – это бесконечно малые частицы Чит-шакти в образе отдельных частей Господа. Дживы по-другому называются Таташтха-шакти, то есть энергия, отделяющая Чит-шакти от Майя-шакти. Хотя для живого существа неестественно находиться под влиянием Майя-шакти, оно из-за своих крошечных размеров и слабости привлекается Майей. Таташтха-шакти или Джива-шакти существует только благодаря непостижимому могуществу Кришны. Нет иной причины возникновения этой энергии, помимо желания Господа и его отдельные частицы Дживы, вынуждены покидать плоды своей кармы. Пока Джива добровольно служит Кришне, она не подвластна Майе и Карме. Но если Джива, злоупотребив свободой выбора, забывает, что ее предназначением является служение Кришне и хочет наслаждаться сама, Майя вернувает ее в иллюзию и ставит в зависимость от закона кармы. Однако, стоит Дживе вспомнить, что служение Кришне заложено в ее природе, как она избавится от уз кармы и от чар Майи. Поскольку живые существа попали в Каббалу еще до того, как оказались в материальной вселенной, их рабство называют анаби, то есть не имеющим начала, а сами живые существа называются вечно обусловленными, те же, кто не находится в такой зависимости, именуются вечно освобожденными. И сказано выше ясно, как велика разница между природой Бога и живых существ. Господь повелевает Майи, тогда как Джива, а в жертву чар Майи, становится ее узником. Поскольку Джива является частицей полного целого, Кришне следует понимать, что она существует отдельно от него. В то же время Джива, как энергия Господа, должна считаться тождественной ему. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сформировал философский принцип очиндья, хеда-абхеды, который гласит, что Джива качественно равна Богу и одновременно ему неравна. На примере солнечных лучей и искр от костра Господь Чайтанья показал, что Джива является обособленными и одновременно неотъемлемыми частицами Бога. Если такие единические афоризмы, как Ахам Брахмасмин и Я Брахман, не рассматривать в констексте, то из них вовсе не следует, что Джива является Верховным Брахманом или Богом. Верховным Брахманом может считаться только Кришна Татва или Вишну Татва, а Дживу, поскольку она представляет собой духовную частицу, называют просто Брахманом. Сияние, исходящее из тела Тишны, по материальной вселенной, принимает форму ароматную, а за ее пределами простирается, как лишенной формы, неосезаемый, недосягаемый и непознаваемый, безличный Брахман. Непостижимые, неотъемлемые частицы Кришны, крошечные Дживы рождаются в разных видах жизни, таких как полубоги, люди, якши, демоны, звери, птицы, пресмыкающиеся и привидения, и прочие астральные сущности. Среди них люди занимают наилучшие положения, ибо они имеют все возможности для преданного служению Господу. Но даже в теле человека, Джива, в зависимости от своей кармы, может испытывать как райские наслаждения, так и адские муки, забыв о Кришне и оказавшись из-за этого в власти Мари, Джива тщетно пытается осуществить здесь свои желания. Крошечная частица духовной энергии, Джива, призвана служить источнику духовной энергии Кришне. Служение Кришне соответствует природе Дживы, забыв о своей природе, она попадает в материальное рабство. А вспомнив о ней, обретает свободу. Присущая всем духовным сущностям энергия шапки, есть также и у крошечной духовной частицы Дживы. Однако эта энергия очень слаба. Таким образом, Джива по природе почти бессильна, однако в освобожденном состоянии Джива обретает могущество в той мере, в которой Кришна наделяет ее свои шапки. Чтобы обрести такое могущество, Дживе недостаточно осознать свою духовную природу. Лишь когда Джива поймет, что ее долг служит Кришне, Кришна дарует ей свою энергию и позволяет вкусить вечного блаженства. Так можно полностью избавиться от страха, порожденного иллюзией. Разные тела, от которых рождается обусловленная Джива, и является результатом его поступков. Джива не имеет материальных качеств. Тот, кто думает, что Джива порождена Майей, является Майя Вадей. В действительности Джива это чисто духовное существо, находящееся под покровительством духовной энергии. Но поскольку сама Джива принадлежит к пограничной энергии, она склонна попадать в зависимость от Майи. Примечательно, что даже попав в зависимость от Майи, Джива лишь на время забывает о том, что она призвана служить Кришне, при этом и начальный статус непогрешимой Дживы, ее облик и происходящие в ней изменения остаются духовными. Поскольку Джива бесконечно мала Майей, мне трудно одолеть ее. Так, у непогрешимой Дживы сначала появляется тонкое тело, состоящее из ума. А когда Дживе приходит время действовать в материальном мире, ее тонкое тело покрывает наиболее подходящее для этой действительности физическое тело. Тонкое и грубое тело сходны в том, что оба представляют собой созданные магией, неестественные покрытия духовного тела Дживы. Физическое тело состоит из земли, воды, от уняв воздуха и эфира, а тонкое же тело из ума, к разуму и ложного эго. Сбросив эти оболочки и выйдя таким образом, это из-под влияния Майи, Джива принимает свою естественную духовную форму. Освобожденное Джива действует с помощью органов чувств духовного тела. В отличие от материального тела, оно не нуждается в еде, отдыхе, половых отношениях и выведении отходов жизнедеятельности, не испытывает боли, не подвержена болезням и никогда не терпит лишений. Все это затрагивает лишь физическое тело. Однако Джива по ошибке отождествляет себя с ним и поэтому испытывает материальные радости и страдания. Даже те, кто уже достиг освобождения, не получат духовного тела, которое необходимо для служения Кришне в духовном мире, до тех пор, пока не избавится от привязанности к мирскому знанию, кияния и отречению от материального. Получить духовное тело может лишь тот, кто обрел освобождение благодаря общению с преданными. Освобождение, которое приносит общение с киянием, не может считаться настоящим. В этом разделе говорилось о природе Дживы, а также об условленном освобожденном сирии. Субтитры создавал DimaTorzok